Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и абсолютно не неожиданно разработчики в кои раз выкладывают рулетку бомбически, которая включает в себя исключительно контейнеры. Некоторые кому-то нравятся, некоторые кого-то раздражают. Я вот допустим не понимаю необходимость или желание платить голду за контейнеры с легендарными аватарами и контейнеры с кастомизацией. На каждый контейнер свой любитель, ну а кто-то контейнеры просто лютой ненавистью ненавидит. Шансы выпадения тех или иных контейнеров разные, но шансы выпадения из них чего-то годного и окупающего ваши затраты еще меньше. Именно поэтому я остро не рекомендую контейнеры и рекомендую покупать машины исключительно в магазине, видя что вы себе берете в ангар. Если бы не запись видео, я бы в жизни эту рулетку не крутил и контейнеры в жизни бы не открывал. 25 прокрутов рулетки обойдутся вам в 33 871 золотой. Короче говоря, практически 33 900. Напишите в комментариях, помните ли вы более дорогую рулетку, потому что я реально не помню, что было что-то дороже. Может ошибаюсь, кто его знает. Что касается прикола, так он ждет вас на 15 прокруте и этот прокрут обойдется вам в 1 золотой. В чем прикол, не знаю, может кто-то, кто составлял ценник и просто не дописал сюда 1700 с копейками, как среднее между 1400 и 1990. Ну а может это отсылка какая-то, которой я лично не понимаю. Опять-таки пишите в комментариях свое мнение, что это за 1 золотой. Ну что, ребят, моя планка, ниже которой я не собираюсь опускаться, это 80 000. То есть собираюсь потратить 2170 как максимум. Ставьте перед собой всегда границы в любых рулетках, которые для вас объяснимы, понимаемы. Ну и соответственно в таком случае вы не уйдете в какой-то существенный минус, которого вы не ожидаете и не будете расстраиваться. Давайте будем прокручивать за 100 голды, что мне там упадет. Скорее всего это будет сначала что-то годное, ну а потом скорее всего уже какой-нибудь контейнер с кастомизацией или вообще с аватаром. Ну вот, пожалуйста. Черный ящик, который сейчас должен убедить меня в том, что я окуплюсь, что сейчас я получу прибыль. Скорее всего это будет 200 голды. Нет, это 100 голды, но черный ящик второго уровня я еще получаю. То есть в принципе пока я типа в нуле нахожусь, мне сотка моя назад вернулась и я получаю 400 золота на 400 в плюсе. Окей, хорошо, это мы дело забираем, крутим дальше. Но в любом случае замануха работает всегда и это типично, нормально для любого казино абсолютно. Я понимаю полностью разработчиков действительно периодически у игроков, которым раздается бесплатно золото. Это золото необходимо как-то собирать. И рулетки подобные один из самых, наверное, лучших способов. Я ни в коем случае не говорю ничего там негативного в этом конкретно разрезе. Разработчикам они действительно грамотно и правильно поступают. Я сейчас лоханулся, забрал контейнер. Вернемся к нему чуть позже. Сейчас прокрутим на 200 и когда моя психика захочет немножко отдохнуть, то тогда мы перейдем и откроем контейнер в хранилище. Смотрим, что нам сейчас выпадет. Мне выпадает, собери их все. Всего лишь один контейнер, но, как говорится, почему бы и нет. Мало ли, вдруг сейчас мне здесь опаньки и что-то выпадает жирное такое. Мне отсюда выпадает жирный такой... Ничего. Забираем. Как я говорил, вот сейчас вот видите, мне ничего выпало и у меня сразу психика подталкивает меня к тому, что давай, чувак, иди в раздел разное, открывай тот контейнер, который ты пропустил, отведи душеньку, отдохни немножко от рулетки, чтобы она тебе глазки не резала. Открываем. Для меня, как для человека, для которого из платных контейнеров мало чего выпадает, рулетка на контейнеры это вот, ну прям, наверное, самый большой страх, какой только может быть. Знаете, как для клаустрофоба застрять в лифте, точно так же для меня рулетка с контейнерами где-то приблизительно такие же ощущения вызывает паника и ничего другого. Ну и, в принципе, осознание того, что навряд ли это чем-то хорошим для меня закончится. Едем дальше. Ну, удивите меня, не знаю, подкрутите мне, сделайте подарок на Новый год. Я не знаю, чем это еще можно обосновать, но какого-то фарта добавьте мне, пожалуйста. Контейнер с легендарным аватаром. Да нафиг он мне не нужен, честно говоря, этот легендарный аватар. Я к аватарам абсолютно полностью спокоен. Не вижу в них абсолютно никакого смысла. Пламя свободы. Спасибо большое. Пламенный привет. Спасибо за свободу, лучше бы свободки дали. 300 голды. Крутим. Ну что, вот теперь я уже ушел в минус. Да, пускай в небольшой, там неполные 300 голды, но все-таки в минусе, ребят. Было 82-170, осталось 81. Так, с копейками, там чуть-чуть не хватает до 82, я имел ввиду. Ну что, открываем. Мега-контейнер, что нам из него падает? Талисман 350 голды. Ну, кручусь-топчусь на месте, пока особой выгоды не вижу. Я скажу вам, 82-320 было 82-170. То есть я в таком, знаете, небольшом плюсике. Но особым плюсом это не назовешь. Потому что потраченные нервы, они, ну, навряд ли могут быть компенсированы 100 или 150 золотыми монетами. Но... Еще один черный ящик. Окей, хорошо. Открываем. Что у нас здесь? 200 голды. Ну, не знаю. Спасибо, конечно, и на том. Не буду говорить, что это плохо, потому что в контейнере могло быть и 100 голды. Могло, конечно, быть и 400. Вопросов нет. Но, поскольку выпало где-то плюс-минус приближенное к среднему, то особо как-то там возмущаться и плеваться не буду. Это будет несправедливо с моей стороны и абсолютно нечестно. Контейнер мистический. Открываем контейнер мистический. У меня там, по-моему, какое-то количество, короче, было вот этих частей. Так, мистический талисман. И вот как раз по мистическим талисманам у меня одного талисмана не хватает сейчас уже. Уже не хватало 2 и 200 золота. Да что ж такое-то? Ну, давайте. Удивите меня за 535 золотом. Все ближе и ближе я к порогу. К порогу своего минимального спуска по золоту. Контейнер сюрприз. Из которого вообще... Вот это вот самый крутой контейнер, какой только может быть. Контейнер, из которого вам выпадет какой-то контейнер, из которого, возможно, вам выпадет то, что вам не надо. В моем случае Бураск. И что там у нас? Что внутри за Бураска? Что у меня будет в виде компенсации? Мне вот просто интересно. 3750 золота. Ну, вот это уже неплохо. Спасибо, что за премиумную машину хотя бы не серебром компенс поставили. Ну что, открываем тогда. Талисман золота я себе забрал. И отсюда я забираю себе явно какой-то шлак. Ну, пожалуйста. Три раза по 200 свободки. Да, это действительно стоило потраченной полтысячи золота. Для того, чтобы порадоваться открытию абсолютно несюрпризного сюрприза. 1365 остается у меня для прокрутов. И, как я понимаю, в принципе, это два прокрута как максимум. Если сейчас голды не вернется никакой, то получается, что я, в принципе, там ушел просто на 2000 в минус. И на этом, в принципе, все. Открываем. Что у нас здесь? И падает нам 100 голды и черный ящик второго уровня. Открываем еще. И еще 500. Ну, ладно, окей, хорошо. С этого 600 забрали. А что у меня получается по общей копилке? Я все равно нахожусь в минусе. 1340 у меня. Есть возможность прокрутить за 720. Давайте будем смотреть, что у нас по шансам. Как видите, по шансам у нас контейнер с кастомизацией 26%. И контейнер с легендарным камуфляжом 11% затягивает. Оттого 37, считайте, 37,5% на шлаковые два контейнера. Что касается плюс-минус нормальных контейнеров, это, ну, мега-контейнеры там, типа, что-то как-то приближаюсь, но не очень. Что такое мистический контейнер для меня лично, это, ну, малые шансы выпадения чего-то годного. Но, возможность получения компенсации золотом. Остальные контейнеры как-то не сильно меня радуют. Ну что, давайте играем. 720 голды. Серьезно, вот прям не хочется нажимать на мышь. Вот, сейчас даже маленькую паузу взял, такую, знаете, чтобы сосредоточиться и самого себя пересилить. Мистик. Ну, окей, с мистика уже спасибо, потому что откроем два мистических контейнера. Один вот этот, из которого мы нифига не получим. И откроем мистический контейнер второго уровня, на которого я собрал себе необходимое количество талисманов. Открываем. Здесь уже в два раза выше шансы выпадения, из которых я получаю целых 4000 свободного опыта и два раза по 200. Ну, круть несусветная. Серьезно, прям из трусов сейчас от счастья выпрыгиваю. Кто-то скажет, что я негативно настроен. Ребят, ну, это не негативный настрой. Это просто отношение мое к контейнерам проявляется, которые я не люблю. Серьезно, вот говорю прямо, я не люблю контейнеры. В 830 обещал ниже 80 не уходить, но здесь 820, десятка разницы, я не думаю, что столь существенно. И самое грустное, что сейчас может произойти, это то, что я получу сейчас кастомизацию какую-нибудь за 830 золота, которое мне вообще неинтересно. Собери их все. Ну, окей, супер. Три контейнера собери их все стоят полторуху. Я заплатил 830 за возможность открыть один. Не могу сказать, что это выгодно. Надо будет рекламку посмотреть и свести это все до 80 тысяч ровным счетом. Ну, а что касается моего собери их все, то сейчас откроем. Перед этим глянем, вот мои собери их все. Три, плюс добавится четыре. И не успею в игровом событии открыть еще три, для того, чтобы можно было полностью счастливым человеком себя чувствовать. Плюс к тому, здесь еще два черных ящика. Открываем. Как я пропустил эти черные ящики, не совсем понял. Вроде бы все открывал. Ну, и собери их все, ожидаемо ничего не выпадает. Что касается черных ящиков, где они тут перескочили. Открываем. Вот так вот. 300 голды, ребят, и черный ящик второго уровня. Открываем черный ящик второго уровня. Черный ящик третьего уровня. Слушайте, неплохо. Неплохо. Может, надо было изначально сложить все в хранилище, а потом уже открывать. 600 голды. Четвертого уровня. А ну, давай, дойдем до верхушки. Пятого уровня и 1500 голды. Блин, ну, слушайте. Прям настроение возвращается. Возвращается настроение. С шестого уровня и 1400 золота. Не, ну на этом точно все. Дальше уже точно не попрет. Вот, это просто анрел какой-то будет. 2100. Вот такой вот результат, ребят. У меня открытие вот этого черного контейнера. Если я правильно понимаю, то там у меня был еще один в загашнике, который я так и не открыл. Сейчас раздуплится немножко хранилище. Да, вот он. Но здесь явно такой прухи не будет. Это просто нереально. И вот, пожалуйста, 100 золота. Что у меня на финише получается? У меня на финише получается, что я, в принципе, всю рулетку сидел с плохим настроением. Потом у меня получилось подняться до 20 тысяч, ой, господи, до 86 тысяч 190, а было 82 тысячи 170. Грубо говоря, ребят, я поднял 4 косаря голды. И скажу вам честно, мне почему-то кажется, что вот эта ситуация с предпоследним черным ящиком, это крик вселенной мне в ухо по поводу того, что ГСН. Все, тормози, слазь с коня, хорош скакать. Нафиг оно тебе дальше не надо. Мои шансы дальше на выпадение чего-то годного. Да, там где-то как-то поподнимались, но при этом все. Контейнер с кастомизацией затягивает 32% и контейнер с легендарным аватаром затягивает неполных 14%. Того получается 46%, у меня практически 50% вероятности, выпадения фуфловых контейнеров, которые меня не интересуют. При этом контейнеры бомбические у меня составляют всего 0,5%. Собери их все, из которых ничего не выпадает. Составляет целых 11. Мега контейнер, да, вопросов не имею. Поинтереснее будет сам по себе, но шансы выпадения меньше, чем у контейнера. Собери их все. И меньше, чем у мистических, которые здесь занимают 16% в количестве трех штук. Ну и черный ящик, из которого, как вы видели, может что-то вернуться, а может и не окупиться. Что сделаю я, ребят? Я на это дело все плюну, чего и вам желаю. Ну и, соответственно, раз вселенная мне о чем-то кричит, то, наверное, необходимо ее все-таки услышать. Я оставлю себе вот эти 4000 золота и лучше в будущем доплачу этих 4000 до какой-нибудь годной машины. А может, что-нибудь себе в коллекцию возьму. Но я буду точно знать, что конкретно я приобретаю. Если говорить конкретно о моей ситуации, давайте посмотрим. Начиная от семерок и заканчивая десятками премиумных и коллекционных танков, у меня в ангаре на данный момент 107 штук. А это значит, что велика вероятность того, что будут выпадать те танки, которые у меня уже есть. Ну и, соответственно, компенсация может быть в серебре, а может быть и не быть вообще никакой машины. Поэтому лучше покупайте танки просто на аукционах, просто в магазинах. Но зато вы точно знаете, какой конкретно ствол вы притянете за барки к себе в ангар. Я побежал снимать специально для вас следующее видео. А вам, друзья мои, фарта, счастье, чтобы вам всегда все выпадало из контейнеров. Ну а обязательно мира и спокойствия. Пока-пока.